давайте поговорим о реальном и надуманном чувстве голода и главное нужно быть тут честным самим собой отличать одно переживание другого очень важно поэкспериментируйте над своими ощущениями понаблюдайте их как бы со стороны по чувствам голода может скрываться ряд разных причин замечали что когда вы чем-то заняты увлечены или вы на работе то забывается о том что нужно поесть или что мы хотим есть чувство голода притупляется и мысли не крутится постоянно вокруг еды такие мысли что-то пожевать положить в рот обычно приходит к нам в силу привычки когда мы долго сидим за компьютером в очередной раз тянемся за лакомством бесконечно открываем наш холодильник самом деле если заглянуть вглубь себя то мы поймем что чувство голода нет научитесь ловить тонкие струны вашего организма может быть вы переутомились долго сидели и вам хочется вот чтобы снять стресс что-то засунуть в рот может быть нужно просто встать подвигаться и чувство голода уляжется само собой может быть просто после сильного напряжения и стресса не заедать этой едой а пообщаться с близким вам человеком прогуляться на свежем воздухе старайтесь представить что стоит за очередной порцией плюшек пирожок вареников это лишь мука и сахар абсолютно бесполезные для организма продукты но и старайтесь не выдавать желаемое за действительное не будьте слишком серьезные жозники зануды еще никому не приносили счастья не себе и не своим близким практикуйте легкость и осознанность правильнее с утра есть немного больше пить и слегка позавтракать потом плотный обед и легко усвояемый полдник после шести тоже уже ничего не кушать но если уже приступ голода будет невыносимым то можно заварить травяного чайку с медом с лимоном он прекрасно утоляет чувство голода питает наш мозг и успокаивает нервную систему если утро проводить со смузи и соками с полезными напитками то в течение всего дня вы будете чувствовать легкость и хорошее настроение особенно помогает зеленый смузи зелеными травами и со спирулиной улучшится ваша мозговая деятельность и уйдут перепады настроения ну и конечно же все процессы связаны желудочно-кишечным трактом будут вас только радовать мы управляем своей жизнью в той степени в которой мы управляем своими мыслями старайтесь не мыслить негативно не осуждать других в своих бедах глубокий вдох медленный выдох созерцание происходящего это поможет обрести вам внутреннее удовлетворение пранаяма дыхание это то что легко это что бесплатно но это реально помогает уравновесить свое восприятие окружающей действительности а пранаями расскажу в отдельном видео ну что же ставьте лайки пишите комменты и до новых встреч